Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Михаил Российский, коллекционер, историк, дипломат. Здравствуйте, Михаил Анатольевич! Здравствуйте! В библиотеке имени Горького открылась Ваша выставка «Монет». Расскажите, какие века в ней представлены? Ну, коллекция охватывает временной период с V века до н.э. по XIV век. Это фактически вся античность и Средневековье. Посвящена она цивилизациям Средиземноморья. Это, в первую очередь, эллинистические царства, империя Александра Македонского, его наследников Диадохов, Римская республика, потом плавно перетекшая в империю, ну и ее средневековая наследница Византия. То есть, практически, вот с первых монет, монеты вообще как платежное средство, появились впервые на греческом острове Егина в VI веке до н.э. Ну, таких древних у меня нет, к сожалению. Но V век до н.э. Сиракузы, да, есть. Вот можно прям посмотреть на этой выставке в витрине с V века до н.э. до эпохи примерно нашего Василия Темного. Вот такие временные рамки. Коллекция насчитывает более тысячи экземпляров. Сколько приехало в Рязань? Приехало в Рязань более 700, потому что я отобрал те экземпляры, которые имеют более-менее приемлемое экспозиционное качество. То, что плохо смотрелось бы в витрине, я не стал выставлять. Но монет больше. В общем, комплектование коллекции продолжается. Так что, может быть, с течением времени появятся новые какие-то звезды этого собрания. Какая самая древняя монета в Вашей коллекции? Самая древняя – это две бронзовые литры, чеканенные в Сиракузах, тираном Дионисием I. Тиран – это должность такая была. Не очень хорошо звучащая, может быть, для современного. Ух, она – это был неординарный политический деятель современности. О нем писал еще Платон в своих диалогах. Дионисий I – тиран Сиракуз. Здорово. Какая монета, наоборот, самая современная? И чем она ценится тогда? Самая современная – это, значит, ассорион. Была такая византийская монета в поздней Византии, уже после отвоевания Константинополя, династии палеологов, обратное восстановление Византийской империи в 1261 году. Ассорион в память о римских ассах. Они вспомнили о древнем наименовании бронзовых денег. Чеканил ее Андроник III из династии палеологов. Это уже поздняя Византия. Как я уже упомянул, он современник нашего Василия II Темного примерно. Это начало XIV века, уже период абсолютного упадки Византии, превращение ее, сокращение, даже правильнее было бы сказать, Средиземноморской империи до небольшого такого компактного балканского государства, которое постоянно было вынуждено отбиваться от наседавших турок-османов. У вас очень глубокие познания в этой сфере. С чего началось увлечение? Как вообще родилась идея создать коллекцию монет? Знаете, честно вам скажу, меня всегда привлекал античный портрет. Психологизм античного портрета. Книга немецкого исследователя Германа Хафнера в студенческие годы была моей настольной. Если была возможность, я бы, наверное, античные статуи коллекционировал. Но, к сожалению, большая их часть, все уже найдено до нас. И, в общем-то, распределено по крупным европейским собраниям античной скульптуры где-то уже примерно в веке XVII-XVIII. Так что к этому разбору я опоздал окончательно и бесповоротно. Пришлось заниматься мелкой пластикой. Но, вы знаете, в общем-то, монеты раннеимперского периода, которые в значительной степени служили тем материалом, на основании которого проходила идентификация античных портретов, да, они тоже очень помогают. В общем-то, пока не зародился вот этот средневековый схематизм в византийском искусстве, вот портреты властителя, они очень узнаваемы. Они все обладают индивидуальным лицом. Можно даже некоторые психологические характеристики прочесть по сравнительно небольшому монетному изображению. Вот, например, известный такой персонаж, воспетый Дмитрием Мережковским, Юлиан Отступник. Противоречивая личность античной истории, представитель династии Константина Великого, первого христианского императора, попытавшийся повернуть вот часы истории вспять. Он попытался восстановить язычество, сождать что-то вроде такой антихристианской языческой церкви в свое время. Вот, он был в то же время практикующим философом, и как античный философ он не брил бороду. Он был последним бородатым римским императором на протяжении многих веков, потому что борода считалась признаком язычества, тогда и христианские императоры бороду брили, начиная с Константина Великого. Вот, Юлиан Отступник, он известен так, вот, благодаря своей борьбе, под этим именем, благодаря своей борьбе с христианской церковью, вот, Юлиан Отступник был бородат. Но, значит, до того, как он стал полноценным и полновластным императором, он некоторое время провел в соправительстве со своим двоюродным братом Констанцием Вторым, это сын Константина Великого. И вот первые его монеты еще без бороды. И это, знаете, такое волевое лицо. Он прославился, когда был Цезарем, то есть вторым соправителем, вторым своим императором, в Галлии. Его направил двоюродный брат. Надеюсь, что наседающие на границах франки Аламанны, значит, с ним покончат. Но он провел ряд блестящих военных операций. И вот, глядя на монеты, чеканенные в Лугдунуме и в Лутеции. Лутеция – это современный Париж. У него ставка была вот на том островке, который сейчас остров Сите в Париже. Видно, что это лицо волевого полководца, на самом деле. То есть за этой вот бородой философа скрывалась железная воля. Если бы он не погиб в 363 году на Персидском фронте, от случайного удара копья, еще неизвестно, как бы пошла мировая история. Процарствовал бы он, допустим, лет 15-20. Ну вот, такие нумизматические памятники он по себе оставил, которые теперь можно видеть в Рязани, в витрине, прекрасно оборудованной витрине в помещении музея книги Рязанской областной универсальной научной библиотеки. Как удается находить такие ценности в нашем современном мире? Ну, изматический рынок европейских стран приходилось раньше путешествовать. Вот долгое время мне доводилось по всему профессиональных обязанностей проводить в Испании, в Италии. Также за монетами специально выезжал в страны Южного Средиземноморья, в Тунис, в Турцию, например, где, допустим, много очень византийской чеканки до сих пор встречается просто в земле. Ну, сейчас, конечно, нумизматический рынок очень эволюционировал. Сейчас можно приобретать себе новые экспонаты, участвуя, допустим, в аукционах в интернете. В Германии это организовывается, в Чехии. Но есть и обратная сторона медали, к сожалению. Активно работают в последние десятилетия бригады фальшивомонетчиков, специализирующихся на античной нумизматике. В основном из балканских стран. Болгария, возможно, Румыния. Видел примеры из Украины, кстати говоря. Очень хорошие работы по качеству. Вот это, конечно, путает многих, особенно начинающих коллекционеров. Так что теперь приходится на этот рынок выходить с осторожностью. Еще 20 лет назад такого не было. Мне повезло, основная часть коллекции сформировалась тогда, когда еще фальшивками не был наводнен нумизматический рынок. Так что за их подлинность я могу поручиться. Фальшивки – это изобретение современности? Или в том древнем мире тоже делали фальшивые деньги? Что вы, конечно, не современности. Фальшивые деньги появились примерно тогда же, как и настоящие. Но их принципиальное отличие – они не содержали драгоценного металла или содержали его в меньшей пропорции, чем официальные выпуски. Есть целые коллекции, кстати, очень хорошие, фальшивые деньги древнего мира, допустим. И у меня есть несколько примеров, кстати говоря, из Сасанитского Ирана. Те, кто посетят выставку, пусть обратят внимание на витрину, где выставлены дирамы Сасанитского Ирана. Последний ряд – это Хасрув II, Шахин-Шах, правивший в VII веке. Вот самая последняя монета в этом бреду, она на самом деле фальшивая, она не содержит серебра. Но это фальшивка VII века. То есть это было официальное издание монет? Нет, это государство чеканило полновесные серебряные. Но какие-то не очень чистые на руку ремесленники смогли скопировать дизайн государственных монет и выпускали свои поделки, но серебра уже не содержавшие. Как раз если говорить о дизайне, удается ли проследить эволюцию? Вообще была ли она в монетах? Конечно, но эволюция носила нелинейный характер. То есть у нее были пики, у нее были периоды спада. Допустим, высокий реализм эллинистического портрета, который унаследовала римская цивилизация. Вплоть до позднего своего периода, IV века, сменилась средневековым схематизмом монет Византии. Допустим, начиная с наследников Юстиниана и особенно в темный период византийской истории VII-VIII века. И надо сказать, что так называемый Македонский ренессанс, который последовал затем, это было, конечно, возвращение в значительной степени к античным традициям изобразительного искусства. Но на монете это не очень отразилось, потому что все-таки даже монеты Македонской династии, которые тоже можно увидеть на выставке, они, конечно, отличаются схематизмом, характерным для средневекового уже искусства. Что чаще всего изображали на монетах? Мы привыкли к современным деньгам. Что было тогда? Монеты, в первую очередь, для меня это лица власти. Это портреты властителей. Вот именно психологические моменты, отраженные на этих портретах, меня больше всего привлекали. Но это Аверс. Официальная сторона, значит, основная сторона монеты. Есть еще и Реверс, где зачастую помещали различные изображения и лозунги пропагандистского характера. Монета была еще средством пропаганды официальной государственной политики. И там мы видим, например, очень много сюжетов, прославляющих доблесть римской армии. Это вот все практически императоры, которые вели те или иные боевые действия, участвовали в кампаниях. Они так или иначе были заинтересованы в поддержке армии. И армейские сюжеты на их монетах обязательно присутствуют. Монета крошечная, как там умещается целый сюжет? Вот видите, античным мастерам удавалось на таком небольшом монетном поле разместить очень миниатюрные, но тем не менее высокохудожественные композиции. Есть, например, такая монета императора Феодосия Великого с идущей Викторией. Она меньше копейки, наверное, советской по размерам, но тем не менее на ней читается все абсолютно до самой последней буковки. Мы привыкли к современным деньгам, что это, по сути, обычные бумажки, либо если брать железные деньги, они не имеют какого-то драгоценного металла, как было раньше. То есть, я знаю, были золотые монеты, серебряные, медные. Но было ли у них достоинство? Или определяли чисто на вес? Обязательно было достоинство. И выражалось оно, в первую очередь, весом. Понимаете, современные деньги – это фактически знаки стоимости, которые гарантирует государство. В древности определяющим моментом, да не только в древности, в средневековье, в общем-то, и вплоть до новейшего времени, где-то до XIX века, определяющим моментом было содержание драгоценного металла. То есть, монета была ценностью сама по себе. Это был не только такой эквивалент для обмена, для товарного обмена. Это был еще и, в общем-то, ценность сама по себе. Золотые монеты, вы знаете, использовались для тезаврации. Они оседали в кладах. И, в общем, это все действовало вплоть до недавнего времени. На выставке можно будет увидеть, в частности, византийские монеты после реформы императора Анастасия Чеканина. Император Анастасий провел денежную реформу в 498 году. И вот тогда впервые на крупных бронзовых номиналах появилось обозначение стоимости. Греческая буква «мю» – это цифра 40. Были также еще и фракции византийского фоллиса. Фоллис 40 nume. 40 nume – это такие маленькие монеточки были у них в ходу. Были, значит, большие фоллисы по 40 nume, полуфоллисы по 20 nume, по 10 и еще по 5. Стоимость их обозначалась греческими буквами, которые имели также численное значение. И это все можно видеть в византийских витринах в библиотеке имени Горького. Требовался ли обмен монет? Золотая монета, ведь она золотая и в одной стране, и в другой. То есть приходилось ли менять деньги? Или можно было расплатиться? Я вам больше скажу. На каждом рынке в античном городе сидел, значит, за столом такой меняла, который разменивал деньги из драгоценных металлов на деньги из меди или бронзы. Как я уже говорил, золото в основном использовалось для хранения накоплений каких-то, для тезаврации или для каких-то крупных платежей. А в повседневном, в обиходе, в общем, использовалось серебро и мелкая бронза. Вот на них-то в первую очередь разменивались золото, причем курс золота колебался. Фактически вот византийский солид, это был, например, как доллар у нас в 90-е годы. Только единственное, он обладал реальным золотым содержанием. Как много времени потребовалось для создания коллекции? Ох, ну коллекционирование – это же дело всей жизни. Так что вот единожды начав, уже невозможно остановиться. Начать все продолжаете, да? Я считаю, что я еще не закончил, так что я еще в пути. Рязанцы первые, кто увидели эту коллекцию, или она уже где-то была? Нет, это второй опыт. Первый был в 2017 году в Национальной художественной галерее Еж-Королы. В республике Мориэл отмечался большой интерес к искусству, в том числе античного периода и Ренессансу. И, надо сказать, получился очень удачный опыт, потому что вот моя коллекция, плюс те предметы античного быта, которые привезли из Испании мои друзья испанские коллекционеры для временной демонстрации в формате этой выставки. Получилось, что это первый раз в истории республики Мориэл, в ее выставочном пространстве демонстрировались какие-то античные артефакты. Здорово. До какого числа рязанцы смогут полюбоваться на монеты? В Рязани выставка будет до января следующего года, так что даже в новогодние празднества, столицы которых в общефедеральном масштабе, насколько мне известно, будет Рязань, можно будет эту выставку посетить и насладиться всей прелестью античного портрета. Спасибо вам большое за интересную беседу, за прекрасную выставку, которую вы привезли в наш город. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Михаил Российский. До новых встреч!